Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 899. Событие дня. Откровение 10.6. Времени уже не будет. Ефесянам 5.16. Дорожа временем, потому что дни лукавы. За 2 июня 2018 года. Это суббота. Как у нас было намечено, выехали в Потеряевку. Мы сняли тут ролики, как мы погружались, загружались. Все тут было, как встречали нас здесь. Потом сколько мы успели сделать съездить. Я посмотрел все пруды вечерние богослужения. Долго я мотался здесь, кто будет встречать Марину Христенко с Полиной. Пошел. Батюшка сказал, что Андрей едет встречать этим же поездом из Москвы. Своих людей, ну, этим же в 6 утра встречать в Корчино за 20 километров. Я скорее туда договорился до этого с Андреем, чтобы с Володей поехали. Андрей говорит, никак. Машина маленькая, с вещами. Надо, говорит, так, как микроавтобус. Я говорю, а где он? Да так к Алексею надо сбегать. Ну, я к Алексею. Пришел его. Дома нет. Время уходит у меня. Ехать, не ехать. Андрей Головач утром хотел поехать, встречать. Хотел, а его попросили. Наконец Алексея нашел, а у него тоже провожает гостя своего. А гостю он попросил продать Новый Завет к истинному православию. Новый Завет трехтомник наш с толкованием блаженного фифилакта. Я сказал, да и на дорогу 500 рублей дал, чтобы съездил и заберут до Корчино. Наполнено тут. Я приехал, развился и везде босиком ходил. Ну, ой-ой-ой, как отвык-то от всего этого. Ну, зная, какая работа, что теперь делать. А мы приехали сюда. Три сестры, Галина Влеське, сынок, у Куздетска, приехала на Щевалово у Надежды Васильевны. И двух сестер с собой взяла. Ну, и вот тут какие-то по мелочи события. Владыки нету, митрополита. Он перед этим чуть ли не за неделю куда-то вызов уехал. Ну, у него уже должность такая. Собирался приехать. Ну, я, говорит, вам священников пошлю. Ну, и правда, послал Филарета, романаха. И Дионисий приехал, нам известный батюшка. Ну, и немножко письма. Владимир, я спрячу фамилию, нападает на них, не другие. Вот, взяли какую миссию. Заходит, а я открыто все называю, а не на них. Всякую мерзость кидывает, где он знает. Ну, безбожники. Верующими называются. Да разве верующие этим занимаются? Это ты добрая, скажи, добрая вырастет. А СД, как я их знаю, Сатана и Дьявол. И фамилии у них такие, имена сходятся. Но СД вот везде. Даже не думал, что такое клеймо будет. Фамилии прятать приходится. А лично не встречались с ними. Не знаю даже, что бы там было, если бы встретиться с этими СД. Я вижу, что они вообще никакие, у них ничего нет. Есть ли какие-то ресурсы, куда зайти. У меня пасутся здесь, выглядывают. Такие мелочные, подленькие. Вот так. Пишет Игнатий Тихонович. Не пойму выражение в стихе, где вы пишете, Христос, тот свет, и перед Ним все меркнет. Как понятно? Ну, так понятно. Свет, а перед этим светом все меркнет. Солнце взошло, и наши светильники-то даже... Ну, какие свечка была там. Ночью она светила. Ну, а когда солнце там зашло, а он свет и истина. Вот так вы, наверное, уехали в Потеряевку. Благословилось Христос. Или еще не уехали. Уехали. Уже из Потеряевки вот сейчас утром насчитываю. Долго вчера не могли никак меня к интернету подсоединить, а я привез туда полностью все. И наушники. Но здесь, отсюда, очень сильно деньги качатся, вырывают. И надо, чтобы кто-то перечислил. Что-то такое дело. Это наружная тарелка. Там вода попала, не подсоединяются, созванивались. Андрей Головай, что-то, Володя. Но я совершенно не касаюсь. Пошел тут своими делами заниматься. Голубей привез. Восемь голубей породистых кошки на Александр Борисович ждал мне из Барнаула. И Палю привез. Она здесь сейчас ознакомится. У нас здесь уже были Рыжая и Буска. А вечером пришел кот. Это подкидышик. Котенка бы подбросили. Надежда Васильевна его приговорила. И он до того хороший кот. Серый. Так и назвали Серый. Ну вот я его ночью-то накормил. Мне-то остался здесь. Ну больше еще сказать-то. Смотрю сейчас ролик. Гальян. Знания. Старообрядчество. И соработничество. Вот я люблю, когда мне такие задачки задают-то. Никита задумался. А Серега молодец. Начал расшифровывать. Игнат Тихонович. Вот этим людям повезло, которые провели с вами время. Я им завидую. Как можно от вас уехать-то не пойму. Вы мой духовный отец. Не встречались ничего. Иван пишет. Здравствуйте. Есть ли у вас сегодня время? Отсюда разговоров по скайпу не будет до 10 октября. Невозможно. Ну можно соединить, а то другое. Сразу высчитывают. Опустел кошелек. 500 рублей. А я всего только ночью. Притом ночью. С 12 до 6. В это время дешевле вроде. Во-вторых, средневековым европейцам, среди которых культивировались аскетические настроения, ислам представлялся религией, основанной на сексуальной вседозволенности. Впрочем, уже в античной традиции арабес изображались женоподобными и развращенными. Позже в Европе стали считать, что вера сарацин приписывает им всякого рода излишества, в кавычках. И причина этого заключается в порочности природы ее основателя. Как писал по-маквински, Мохаммед привлекал людей в свою религию именно разнузданными плотскими утехами. В эпоху Возрождения Петрарка посвятила этой теме целую страницу, наполненную негодованием в своем трактате об уединенной жизни, ссылаясь при этом на мнение Катула и Горация об арабах. Кроме того, как это неудивительно, в последнем даже приписывался своего рода феминизм. В поэмах Ариоста и Тасса среди всадников сарацин появляются амазонки. Современная Европа к Богу гораздо ближе в нравственном плане, чем ислам. Исламские страны варварские. Там запрещена любая пропаганда инакомыслия. У человека нет свободы. Даже у Адама была свобода выбора. У них многоженство. Обещания в раю плотских утех. Там гурии будут и... Людям руки отрубают. Эти страны не сделали открытий в науке. Ислам – это тот же протестантизм, только радикальный и жестокий. Про вино нашел хороший аргумент. Спаси Христос. Это видеоролик о встрече 1-6-го на вокзале в Томске нашей православной сестры во Христе, Марины Христенко с дочерью. Они едут в село Чернигово, Украина. С села. С города Чернигово. По разрешению и приглашению исповедника и ревностного защитника «Чистоты православной веры» Игнатия Ильича Лапкина. Это Сергей пишет. Игнатов. С которым Марина познакомилась по скайпу. На летний оздоровительный трудовой отдых православное село Потеряевка Алтайского края. В 1991 году село было восстановлено из руин Свято-Анфимовской православной общины. 3 июня оно будет праздновать 200-летие своего основания и 27-летие восстановления на старинных православных благочестивых традициях. Устав прихода прилагается ниже. Настатель общины Священной Иреи Аким Лапкин, брат исповедника и миссионера православной веры Игнатия Лапкина, который за веру был в пяти тюрьмах, написал 42 православные книги и составил свыше 11 тысяч 100 видеороликов. Смотри видеоканал в Ютубе «Восвяти Библии» «Открытый Богом» Игнатия Лапкина. 11 тысяч 260 на сегодня. Марина Христенко из простой семьи, которая не может позволить себе таких дальних поездок, но Господь управил так, что по молитвам на помощь пришли православные благодетели, в том числе Николай Астахов из Москвы, знакомый с мужами братьев православной Анафимы Некомедийской. Некомедийской. Ми. Ми надо писать. Некомедия. Он и купил им билеты на поезд с Москвы. А отсюда уже прислали из Испании Ирма. Тоже боязные называть даже фамилию эти. Нет, другие. СД нападают сразу. Безбожники. Прилипалы. Из святых писаний мы знаем, что блаженный, спасенный, всегда дает и это от Бога. Видеоролик о встрече Марины Боряне Томски составил брат Виталий Калиников, выпускник духовной семинарии. Какой он выпускник? Никакой не выпускник. Учился там. Который тоже гостил в поселке Потеряевка. Настоящую заметку подготовил Игнатов Сергей Егорович. Недостойный прихожанин Свято-Тихоновского храма в городе Углидаре Донецкой области УПЦМП. Пользуясь случаем, приглашая ревностных христиан, желающих совместно выполнять повеление Господа об исследовании святых писаний, изучать каноны церкви, потолкование святых отцов, обращаться на сайт в Фейсбуке через поисковик Игнатов Сергей Егорович или электропочте. И сказал им, идите по всему миру и пропадайте Евангелие всей твари. Храни вас Бог. Выписка из правил поведения в храме святого мученика Анфима Никомидийского и в православном селе, потеряя в Калтайского края. Ну вот что тут. За семь минут до богослужения всякое движение в храме прекращается. Все обязаны войти непосредственно в храм, встать на свое место, ни в коем случае не сидеть. И углубиться в молитву, подготовиться к богослужению. Сираха 18.23 Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя и не будь, как человек, искушающий Господа. Это я уже все потеряю в киноутро. Сегодня воскресенье, как раз торжество. Опоздавшие на эти семь минут стоят в притворе до самого начала богослужения и только после этого могут войти непосредственно в храм, очень осторожны, никого не задев и не смутив. Впредь не допускать подобных опозданий на эти семь минут. Иначе считать, как полное опоздание. Деяние 15.20 Чтобы они делали другим того, чего не хотят себе. Второе. В случае опоздания на богослужение, в случае пропуска богослужения, особенно воскресный день, по неуважительной причине, уважительность причины устно может определить наблюдатель или староста. Обязательно писать подробную объяснительную на имя староста. 1 Петра 3.15 Вот видите, как он все взял отсюда и поместил, чтобы другие знали. Ну где это есть? В каком храме назовите? Господа Бога, святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ скротости и благоговениям. Когда на нашем богослужении отсутствует служащий священник, то все равно весьма желательно и полезно всем членам нашей общины быть на богослужении именно в нашем храме. Евреям 10.25 Это не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Форма одежды. А. Если сверху у рубашки надет костюм, то, проходя мимо наблюдателей, исполнители обязательно расстегнуть костюм, показать, что рубашка на выпуск и с поясом. Любые надписи и рисунки, кроме изображений растительности, категорически запрещены для входящих в церковь. Запрещается носить просвечивающуюся и плотно прилегающую одежду. Джинсы для входящих в рам. Обязательно сёстрам иметь на голове два платка под булавку, по форме. Свитера можно одевать только под рубашку. 1 Коринфянам 14.40 Только всё должно быть благопристойно и чинно. Вот, повторяю, какие правила, в каком храме, мне хочется узнать и научиться. О нарушителях устава и решении собрания, и решении церковно-приходского совета, наблюдатели-смотрители обязаны в писанном виде уведомлять церковно-приходской совет. Галатам 6.1. Братья, если впадёт какой-то человек в согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушённым. Незнакомых людей приводить на наше богослужение разрешается только после проверки этого человека по документам, после посещения его у него на дому, и после разрешения старосты и владельца дома, где проходит богослужение. Деяние, 5 глава, 13 стих. Очень сильное место, которое никогда в православии нигде не выполнить. У нас выполняется. Детям, если посторонне же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Детям не создавать шум, детей обязательно сводить в туалет до начала богослужения. Самым маленьким разрешается в холодное время заходить на кухню с родителями для надобности. Салфановые шуршащие вещи в храм не заносить, в храме соблюдать полную тишину. Застёжки, молнии и прочие издающие шум раскрывать и закрывать до входа в храм. Третья царств, 6 глава, 7 стих. И обязательно подтверждается требование это местами Священного Писания. Когда строился храм, в настроении употребляемые были обтёсанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Ну вот, видишь как. Мужчинам и даже отцам не входить в комнату кормящих матерей. 1 Тимофея, 2, 9. Чтобы также и жёны в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием. Эти места Писания какие-то. Вещи в храме не забывать и не оставлять. Храм никому не открывать, чтобы взять забытое или оставленное. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Вот места Писания показывают, как надо себя вести, как что. На молитве ставить благоговение. Ноги вместе, не подгибая, не оглядываясь. Руки не держать сзади. Поклоны строго по уставу. Мужчинам не носить галстук. Женщинам мужской одежды. Второзаконие 22.5. Шестой Вселенский Собор 96. Ста главы 38.90. Всегда быть в поясе, рубаха на выпуск. Первое царство, 18.14. Фессианам 6.14. Женщинам строго платок. Волосы совершенно закрыты. Руки закрыты до кистей. Край платья не выше 10 сантиметров от земли. Никаких украшений и косметики. Крещение совершается только над прошедшими катехизацией, над истинно уверовавшими в Иисуса Христа. Пятое и шестое. Трульский Собор 78. Ладийский 46. В полное тройкратное погружение, обливание, мочение, закрещение не признается. И не уверовавшие, не погруженные, считаются некрещенными. Апостольское правило 50. Для неверующих не совершается ни крещения их детей, ни отпевания, ни других требуй, таинств. Новая скрижаль. Страница 465. Строго и во всем соблюдать главенство мужа при подходе ко кресту, к причастию первое. То есть, он из двух документов это выписал. Тут опять 12. Без нужды. Три воскресных дня к ряду презревшие богослужения отлучаются. Шестое вселенское восемьдесятое. Гангерский пятый. Антиохийский второе. Тобакокурение, пьянство и бордобритие волшебством зрелища запрещены. За порядком храме наблюдает староста и стража у дверей. Числа 1.53.826. Деяние 5.13. После окончания богослужения подойти к незнакомым и вновь пришедшим. Оказать внимание по возможности ответить. Правило утверждено решением Приходского собрания А27 октября 2002 года. То есть, он впереди. Там дополнительное решение общины Страховного Приходского совета. А это из правил устава. Вот я могу прочитать. Рустик Мирвам, Игнатий Тихонович. Вы исключили мясо из своего рациона для того, чтобы сдерживать плотские поползновения гнева и ярости, чтобы не осуществить сердце своего. Я отвечаю, нет, не из-за этого. Нашел, что для здоровья не полезно и жить дешевле. Дальше уже счастье богослужения показываю, какие названия уже выставили здесь. Ну, надо показать наши ресурсы. Датой включать надо, наверное, не буду. Я оставлю, наверное, это. На этом здесь будет меньше насчитывания и прочее. Время 5 часов уже. Вот Ксения Юрова что-то пишет. Дорогой наш Игнатий Тихонович. Примите сердечное поздравление от нашего семейства с 200-летием образования поселка Потеряевка и 27-летием со дня его восстановления. Много и благая лета всем труженикам, жителям, гостям Потеряевки и нынешним и будущим. Слава Христу! Она женщина смелая. Я ее даже почти не закрываю никогда. А это что? Это Кая? Ну, то есть, это роботы заходят. Заходят роботы. Я сразу так нажимаю вверху Кая, блок, и блокировать. Второй раз блокировать. Не открывая даже. Сколько раз пытался открывать, все сразу вспыхивает и рекламу нам забрасывает. Ну, так вот люди умеют как-то делать. Повторяю, что ничего этого у нас нету. Все охотятся, у них ничего нету. У нас интересно так. Вчера мы щебесят ловили. В руках в первый раз я их подержал таких маленьких. Это ролик будет уже. Все пруды объехали. Ну, вот так. Ресурсы, люди, открывать. На этом все на сегодня. Там было по 30 минут в городе, а здесь по 20 будут события дня. Сегодня богослужение. Как раз этот 200-летие Потеряевки будем отмечать. Ну, и кое-что снимем.